6 полторашек и две пятишки воды пока она открывается уснешь на фиг так друзья всем доброе утро сегодня у нас 27 ноября время 2 часа утра москва без двух минут местного 6 часов утра грубо говоря ой 8 часов утра вот нахожусь в чите километров 10 до 4 на стоянке температура минус 18 машина завел каждое начало утра обнуляем обновляем данные поездки все скинулось по нулям будем расход знать за сегодня и так далее вроде бы все так ребята сегодня сложный день значит план на сегодняшний день самый основной план на сегодняшний день это добраться до места выгрузки зайти за газимуровский завод туда дальше добраться до места выгрузки завтра у нас по идее выгрузка до места выгрузки повторюсь еще раз что-то в районе 500 километров что ли коробка в режиме автомат все с богом поехали расстоял 6 часов 41 минут где у нас радио все начинается наш день дай бог он пройдет хорошо и у нас все получится если честно не хоть не хочется одевать цепи ничего не хочется вот этого делать я еду и надеюсь на то что все возьму ходом все возьму без цепи без всяких проблем опасно опасно через пятьсот метров поверните ну все друзья в сторону шилки поворачиваю так шилка 17 километров поворот направо было браться рабочий я бы ему сказал что практически не торопись все было направо уходить время 5 часов 10 минут утрами местного скажешь москва прошел 218 километров от стоянки давай посмотрим что здесь у нас творится вспоминается вспоминается эта дорога такой жесткий подъем капец да блин вот если тут будет скользко то фиг тут залезешь вообще словно хоть не скользко нормально коробку из эконома перевел в среднее положение вот это вот машинкой не знаю как называется чтобы немножко получше хотя бы она уже шла здесь потому что на экономе здесь уже реально начинаешь осаживаться капец конечно тут спуск офигеть еще все дотормаживаю это конечно да затяжной затяжной такой спуск офигеть все на левую сторону нервчинской повернул минус 19 пускай тормоза остынут то сейчас блин с горняком шел со вторым положением горняка на третье не решился ставить там немножко наледень была на дороге и поэтому на второй спускался и все равно интенсивно оттормаживался потому что блин машину тянет вниз прям такой затяжной и все круче круче как будто бы становится короче да вот такие моменты на будут просить вот та дорога дальше которая с трассы уход она интересна как все да не проскальзывает нормально идет тут летом проезжали так красиво было фигеть посмотрите ребята ролик у меня на канале кому интересно как тут летом вообще такие виды пасхи можно заехать нет не закидываться нормально нимфа кафе нимфа быстренько зайду перекушу и полетели дальше отсюда ребята начнутся самые приключениях горения фурик стоит да фиг ось пленивец поднято похоже с той стороны пришел со стороны газимура 207 километров до газимуровского завода 207 напомню нахожусь у города нерчинск на пятачке здесь стояночка ну она одна единственная сирия знаю отсюда 207 карта показывает завода газимуровского и от этого завода еще примерно километров сто до выгрузки километров сто счет от него с богом поехали температура минус 15 ну что хочу сам себе пожелать чтобы эта дорога показалась намного проще чем я думаю дошел я до туда без приключений без всяких без задевания цепей без подвешивания осей и так далее все поехали с богом приятного просмотра приключение похоже что начинается ось пока ничего не подвязывал еду штатном режиме коробку перевожу с эконома на среднее положение не знаю как называется машинка просто нависовано со спуска 94 сразу подъемчик только с поворотиками я вот не знаю что там поэтому надо придержать температура минус 17 до газимура осталось 171 при свободной встречной полосе я еду естественно по асфальту нафиг снег укатанный хотя бы вот так вот одной стороной чтобы сцепление было лучше а тут ребята так красиво офигеть вот я сейчас еду я прям вспоминаю эту дорогу мы здесь ехали когда летом я еще так любовался всеми этими горами тут все было зелено красиво такая посмотрите и даже вспомните погодка нам радуется ребята радуется погодка нам рада она нас видимо сегодня видит здесь минус 19 ты уж давай солнышко свети сегодня подольше нам чтобы мы как можно дольше ехали в твоем присутствии так грузовым левее по идее мы прошу раз здесь проезжали а вот да здесь по мосту нельзя грузовым только вот тут потому что он может не выдержать мостик да да впереди ребята у нас еще те мосты ну да он видите такой уже потрепанный ветрами так скажем для легковых только машин так вот сейчас надо выехать так чтобы никого и там не было сзади спереди пониже передачу нету сзади нету капец опять а б с прицепа долбаная сработала ну чё с тобой не так а так сейчас здесь остановлюсь попробую снова заглушить завести машину прошу раз она вот так немножко постояла и и обаиска пропала нейтральный ручник прям вот вытащил ключ не знаю чё с ней может где-то перекидка блин в моменте когда вот я сейчас она как сработала у меня ошибка когда я выезжал получается так на перекос немножко может как раз таки когда перекосы какие-то идут парами может как-то перекидка блин задевает и она не знаю выстреливает ошибки не знаю не понимаю нам на базу приехать сказать что ошибка выскакивает а чё вот она то горит то не горит я приеду она по любому не будет гореть ошибка ведь как они найдут ее давай пожалуйста исчезни вроде исчезну офигеть надо слава богу дерьмо блин в такой вот важный момент вот и сейчас вот вылезло блин так сейчас пойдет подъем по моему такой коварненький с поворотом сразу перевожу коробку в режим скоростной режим мощности не знаю как я в тяговитости как назвать и давай пошли вроде посыпано нафиг его знает блин давай 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 родной хорошо что хоть посыпали немножко блин песком пока не проскальзывает слава богу а вот вот проскальзывает песочек песочек и вот поворот блин как на перевале тит ё-моё ну нельзя ходу сбавлять и газа нельзя давать закрутить завернет вот сейчас давай слава богу хоть его посыпали офигеть я за него так переживал если честно ребята за этот подъем с поворотом но мне нравится как сработала это вот коробка ось поднятая у человека так сейчас спуск перевожу коробку в режим средний не эконом а средний режим и на спусках сейчас очень аккуратно надо быть потому что серёга не забывай у тебя без прицепа неисправность она сейчас с обоиска не будут работать на прицепе поэтому очень аккуратно зря ты зря пошел на отгон я перед подъем стартую так у них камера походу назад снимает и я их снимаю едем друг друга снимаем сейчас был момент такой полиция меня хотела обгонять а я как раз подъем пошел на этот на разгон и мы прям наравне но они в районе задних колес на прицепе у меня это держались но потом на все равно полегче уж они пошли дальше вот ребята тот деревянный мост прошло видео если смотрели здесь мы проходили прямо нельзя 7 тонн всего грузовом потоку здесь так мы пропускаем но там никого нет поэтому давайте немножко вот так вот ходом ходом чуть-чуть потому что здесь можно перестрелить заломаться но главное еще колесом угодить вот нормально никого нет нету отлично або из прицепа так и горит ошибка ребят еду и вспоминаю что там дальше какие проблемы были по этой дороге помнится летом я офигел здесь ехать из-за того что она не ровная гравийка каменистая вот это вся скальник весь торчит и очень очень аккуратно едешь чтобы колеса не порвать ни еще чего сейчас в принципе снегом накатала более-менее но опять же опять же еще ехать нам очень-очень много дорога осложняется ребята тем что она грубо говоря в одну полосу почти расчищена то есть вот сейчас вот спереди одиночка идет на башке он идет он меня обгонял мы кое-как с ним разъехались я просто ну дальше опасно лезть и представляешь туда машину затащит и он там уже поэтому по снегу едет короче мы кое-как с ним разошли щас любая встречка не легковая а вот фура же проезду проблемно здесь откажется пошире в основе в основе своей тут конечно в одну полосу дорога еду конечно да действительно 40 45 блин все в машине ходуном ходит уже заколебался это все поправлять так здесь надпись была подъем какой-то давай-ка о бляха муха черт авария какая-то объезд куда это объезд оттуда объезжают вообще на фурах капец блин я так стал надеюсь меня вовремя заметят объезд он что-то мне туда показывает а точно все я понял это малышка пойду-ка я все-таки уточню наверное короче ребят я наверно сейчас за ним встану налево сюда вперед протяну потому что не дай бог кто сейчас полетит сюда на поворот а здесь я стою проскользует блин ой зараза отдыхните некогда отдыхать видишь какая ситуация да не я не налево стану а вот здесь вот прям так становлюсь так ну чё надо посмотреть что за тут такое объездик кто по следам фуры вообще здесь ходит или нет по следам фуры вообще здесь ходит или нет что за 196 регион рискнет туда ехать на объезде пойду спрошу у мужика там фура то пройдет нет вот здесь по объезде чё да фиг пошел нормально говорят там ездит нормально слетел этот получается прицеп груженный этими скажи мне шпалами для рельсов слетел в кювет снесло его да сейчас дам назад и пойду на объездную за дафиком так ну что друзья давайте задняя передача ручник снял тихонечко назад сзади никого вроде бы нету надо вот туда зайти не подскользнуться я так понимаю машина то ли вниз ушла то ли сверху ее короче снесло туда похоже сверху с шпалами груженная и ушла в кювет вот там подошел спросил мужиков да говорит все в объезд ездят вот такое ребята я не снимаю как вы знаете вот эти все происшествия потому что у людей и так там и то я еще тут со своей камерой бегаю как и что получилось да так давайте на всякий случай подниму седло теперь на седло показывает 9 и 3 без отката назад а не получается давайте плавно 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 все так на встречу никто не идет это хорошо седло седло в транспортное положение аккуратно 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 аварийку включаю да неприятно конечно но по большому счету ребята по большому счету он еще как бы хорошо отделался я думаю во первых у него площадка просто без тента без каркаса бокового без ничего он просто сейчас вытащит ее шпала надо будет только собирать вот это да там их много как бы но опять же ничего не поломалось шпалом что будет то ничего не будет нафиг сложит и поедет дальше если там с осями и с колесами все нормально естественно маршрут перестроен дорога конечно вообще блин здесь вот не привстать бы нафиг офигеть офигеть как тут про их подожди подожди как тут фуры про проходит так назад я даже не знаю где здесь лучше пройти если честно ребята отдохните некогда мне отдыхать сейчас отдохну блин и вообще ночью только приеду и где лучше ехать где лучше ехать